Вот так довольно ровненькими кубиками получается нарезан манго и легко убирается из этой кожуры скорлупы. Одна столовая ложка оливкового масла и манго. Начинаем обжаривать. При разогреве манго начнет очень-очень сильно благоухать. Как только манго прогрелось и заблагоухало, добавляем 50 мл воды и доводим до кипения. Ну вот, манго проготовилось. Самое время добавить сюда чайную ложку лимонного сока. Так, прижала немножко половинку и то, что тебе нужно. Теперь это нужно взбить. Взбить в блендере. Отправляешь в красоту блендер. В принципе, можно, конечно, измельчить и той ложкой, которой ты готовишь пюре. Знаешь, такая специальная. Все, масса должна быть однородная. Посмотри, видишь? Как красивый цвет. А, манговое пюре. Прелесть. Отправляем ее в холодильник. То есть в какую-то емкость, а потом эту емкость, чтобы просто она немножко охладилась. Так. А теперь все совсем-совсем быстро и просто. Так, лимон мне еще пригодится. Это уже нет. Крабы. Крабы нужно разобрать. Вот у нас есть такая мисочка. Почему разобрать? Потому что, во-первых, нам, конечно, не нужна вода. А во-вторых, как ты знаешь, такие камчатские крабы, у них есть такие вот перепоночки. И для салата это совсем не то, что нам нужно. Нам нужно только мясо, без перепоночек. Вот здесь у меня где-то 250-300 грамм крабов. Красота. Столовая ложка оливкового масла. 5 капель соуса табаско. Он такой острый, как ты знаешь. 5 капель. Смотри. 5. 5 капель соуса табаско. Столовая ложка лимонного сока. Смесь соли и перца, истолченые. Пол чайной ложки. Кинза. И мята. Мята чуть меньше, чем кинзы. Несколько листиков. Тоже измельчаю. Так. Оставляем, перемешав. Это на несколько минут. Этот салат тоже замечательный тем, что ты можешь вот так вот заправить краба. Прямо вот как он и есть. Масло, лимон, соль, перец, травки. И затянув пленкой или положив в контейнер, отправить в холодильник. Приготовить вторую часть, которая будет состоять у тебя из манго. Все, как и в первом случае. И огурцов. Огурец вместе с манго отправляется. О, красота. Ежики. В салатницу. Все очень просто. В принципе, все ингредиенты, вернее так, заправка повторяется. То есть салат из манго с огурцами заправляется точно так же, как заправлены у тебя крабы. Я подумала, что может быть даже вкусно было бы это сделать с мясом из раковых шеек. Тоже, наверное, было бы интересно. Или с креветками. Итак, вот у меня огурцы и манго. Столовая ложка... Уже нет ничего. Столовая ложка лимонного сока. Столовая ложка оливкового масла. Немножко соли с перцем. И сюда, вот теперь сюда, мяту и кинзу довольно крупными листиками, не измельчая. Чтобы так, чтобы, понимаешь, вот так как у меня и манго, и огурцы порезаны довольно крупно, и мята, и кинза, они тоже ингредиент салата. Не просто там приправа, а ингредиент. Поэтому крупными листочками рву руками. Вот мята и кинза. Чего не хватает? Я же сказала, заправка повторяет заправку в крабы. А в краб мы добавили 5 капель табаско. Вот сюда точно так же 5 капель табаско. Он очень острый, да? Табаско это очень острый соус, да. Теперь у нас есть такая замечательная вещь, как шпинат. Не только полезный, потому что в нем много железа, но еще очень красиво, хрустящий и вкусный. И вот мы из него сделаем такую постель. Несколько листиков. Заметь, я его не буду заправлять. Я оставлю, потому что он и так очень вкусный. И заправки достаточно уже и в крабах. И в салате я просто вот оставлю вот такую вот зеленую постель. На эту постель выкладываю краба. А сверху на крабовое мясо выкладываю манго с огурчиками. Но это еще не все. Если ты не поленилась и сделала тот манговый соус, то он сейчас тебе здесь будет очень-очень кстати. Столовую ложку соуса вот так сверху. Вот и все. Красота готова. Красота. 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 Красота.